так вот мой стронг я его назвала стронг а он был стронг кстати свежая рыба не обманул мужик в ашане просто там такой дедушка на рыбе а я спрашиваю че свежая рыба он так потрошена я ее наверно запеку в этой в духовке сейчас часа ее приправами натру и запеку а не лечите мне зубы форель я переводчик вела в стронг она форель думаю ну ни хрена себе форель живете кстати забыла показать же свои растения как всегда огород можно вывести женщину с огорода но огород женщины не выведешь кстати голова чуть-чуть все равно болит потому что лекарства так быстро не выведешь вот так вот я ее сделала короче приправами обваляла и подсолнечным немножко по заливала не знаю шоссе будет но надеюсь будет сейчас меня духовка разогревается поставлю и буду выпекать все готова моя рыба конечно она не такая как там но на и жареная печеная знаю что рыбу надо лимоном тогда она вкусно но рыба очень это вкусно мне нравится я немножко ее отъем боже вечер ночь но так как я так поздно и сделала вообще у нее даже шкурку можно есть она вкусно когда правильно приготовлено но может не в моем случае но в моем случае можно есть рыбье мясо это форель вот это одна штучка 6 злотых но она вкусно все вышло сделала снимок стоит 90 злотых как 90 гривен почти не учитывая что это почти что это 600 гривен быстро сделала я не так повезло я пришла раньше своего времени и сразу проскочила и забыла взять с собой карту оплатить можно только картой готовку не берут типа потому что и этот ну типа коронавирус но как они вот этапе эту температуру меня бесконечно и по телефону бесконечно спрашивать не контактировала ли я с кем-то не было ли ну то есть все на словах но постоянно спрашивается короче конечно приятная клиника мне уже написали что она дорогая ну я что-то не думаю что она дороже сильно еще сильно разница между дешевыми дорогими ну злотых 50 разница так что же это за разница я не думаю что разница где-то в клинике 50 злотых а тут 200 я думаю разница может быть там на 10 злотых на 15 на 20 ну короче заходишь ресепшен померяли температуру опять в лоб мне потом взяли мое направление потом зашла еще в кабинет ртг забыла короче и там еще у меня записали номер песина потом так интересная процедура конечно у нас так не делает пока я она меня настроила там надо стать обхватить зубами и пусть ну такую штуку и она потом меня в этой боксе закрыла глаза закрыла чтобы не видеть этого у меня клаустрофобия могла за не шевелиться урок так я стоя вы стянулась как струна я такой на все зубы сразу делали не так как у нас сделали налепили снимок на зуб сделали и все все сделали наверное все будет видно и она потом спросила нужен ли мне диск фуита или мне короче хватит фото для врача говорю пускай будет диск потому что мало ли там у врача потеряется еще что-то ну короче тогда подождите и такой диск обычный дала мне и все я уже вышла довольно как слон что я сделала сейчас поеду домой еще мне билет вчера я купила и проверяли контроль представляете а вот мне выходить остановка хала миловска и проверял контроля блин во рту привкус фу это той хрени наверное горечь какая то короче контроль проверяла я вчера купила суточный билет за 15 злотых я съездила ну выгодно потому что так бы я потратила 20 где-то злотых а так 15 еще и сегодня проехала и конечно назад уже наверно не успеваю потому что она до 10 21 у меня действует билет не знаю может сейчас пройдусь до вокзала принципе недалеко а там может посмотрю там тоже можно пройтись в общем вот такие дела фу изжога такая началась это наверно шутоврут попала из той хрени не знаю и виды уже давно нигде не было конечно хочется все снимать вот это в этом центре находится этот млм но у них есть сайт можно через сайт записывать сегодня проехала с вокзала до своего дома на велике потому что у меня не было мелких денег купить в этом я не могла билет а ну терминале через блик я решила на велике правда о платье но зато интересно смотрится мой синяк на ноге цена она думает что я уже падала не раз короче 18 минут за ноль плн экономия 3 злотых 3 40 ну то что я могла бы потратить на билет такая довольно короче как слон прям от самого вокзала это было быстрее наверно потому что короче я еще запиналась не знала куда ехать то есть классно бесплатно подогрела пончики потому что так они уже черство когда подогреешь мигусенькие вкуснюсенькие с повидушком классно сейчас чай будет с ромашкой и приятного аппетита вот мои помидорщи так растут быстро я уже на верхушке на носочки становлюшу посмотреть кстати мне интересно что огурцы даже такие крошки и уже цветут большие по вырастали и маленькие тоже цветут это надо уже оторвать этот лист он уже пасынок и на пасынке вылез огурец но лист я этот сорву потому что он не годится помыла умывальник это ты уже загрязнена он ничего тут конечно послабее помидоры надо и будет скорость подразвать наверно особенно когда поливаю так они ложатся пахнут но вот эти были такие ровненькие сейчас стали тянуться к свету эти конечно на солнце самое гигантские скоро уже помидорчики будут малюсенькие ну и тут мои помидорище видите сколько много цветочков на верхушке вот этот надо уже срезать огурец ну то есть выкидать вот это все он уже все уже листья поменяли цвет высыхают нету в нем уже силушки сколько мог столько дал делаю тест такие короче по закоднение клинично мальформация лимфатична типа в общем дается 4 название яка хороба на входят до укладу кранжения потом еще что-то я беру естественно уже не помню ничего беру короче хоробу загоняю в гугл читаю про нее пытаюсь понять лимфатична ой и крова относится она до кровеносной системы линии все же связаны ну как-то хороботе связаны короче с кровью штамм с какими-то изменениями ну вроде так нелегко надо каждое слово загонять в гугл и находить ответы трындец ну нету такого трындеца уже прям это не надо на экзамене а это все надо было на экзамены просто сидеть сделать с головы тогда подключалась точно логика логика и мышление а тут еще можно прогуглить и хорошо тем что когда ты гуглишь ты читаешь и она тебе отлаживаться в бошку поэтому когда меня одногруппница просит скатать я не даю потому что я не хочу ей навредить хочу чтобы она прочитала тогда мне в башке отложилась и потом когда на экзамене она будет она вспомнит меня добрым словом потому что на экзамене не будет на главном экзамене не будет такой подсказки халявы я так думаю ну после четвертого семестра будет уже садишься и пишешь а если вот так вот сдавать даже несмотря на то что мы дома делаем все равно надо всю информацию искать потому что если ты ее не запомнил то ты ее не запомнил и буквально каждое слово то так вожу то так то перекручу чтоб найти информацию песня про малину это мои огурцы с моего огорода наверное с этих кустов последние сорвала сделала такой салат один точно уже усох огурец столь видно а второй еще конечно может что-то и родит всем привет я в таком необычном виде помылась короче как же мне раздражает этот зуб они кар он короче налепил такую лепеху сзади но в на зубе и мне раздражает это лепеха но не пломба просто короче как временная пломба постоянно хочется ее содрать в общем я отдыхаю пришла такая помылась такая давай звонить короче всем никто не отвечает поговорила с подругой и короче такая думаю чтоб его сделать хорошего но мы не снять ли мне видоса а снять ли мне видоса так приятно в этом покрывается лежат короче так классно ну что могу сказать кроме того как шоу сиро было то сделала рентген есть диск знаете я подумала я хочу короче купить папку у меня столько бумажек и я вечно их если что-то еще это такая проблема я хочу купить нормальную папку с файлами и файлы поставлять эти все мои бумажки чтоб я могла спокойно находить вот это у меня такая мечта надо где-то еще поискать эту папку сегодня было с 10 до 6 пока доплелась доехала на велики какая фигня только начинаю говорит начинаю зевать и вот это пришло такая все короче легла сейчас отдохну и хотя время быстро летит короче школа у меня насчет что насчет школы тесты экзамены проходят вот так вот прислали бумажки ну и там написано бумажки файлы и там написано короче вопросы и надо делать я все делаю ну реально сложно вчера делала там загоднение клинично наверное часа два отвечала на вопросы и писала там ответы и короче искала информацию и было не непросто еще мне остался экзамен ну по крайней мере на данный момент экзамена по практике массаж но опять же тестовый написано экзамен устный и тоже сроки там до 16 июня в общем так вот проходит у нас обучение экзамена кстати мне кажется что я больше информации освоила в таком режиме онлайн чем когда я ходила в школу потому что тут много я ищу сама много читаю много короче углубляться реально много читаю вот эти все лекции перечитываю и там фильмы что присылают когда на уроке то немного в одно ухо влетела в другое вылетела и все а тут по-любому читаешь потому что надо допустим отвечать на тестовые вопросы и надо находить информацию даже если я не запомнилась одного раза с первого то я когда уже тест имею то я беру короче ищу информацию и в лекциях и в гугле и везде ищу эту информацию читаю и естественно она хоть чуть-чуть может в этой стороне где-то отложится короче такие дела людей увеличилось людей больше и на улицах я вижу вообще на великах конечно трындец сколько много еще ехала солнце глаза светит вчера я ехала же до вокзала до дома на велике за 19 минут класс то конечно я уже говорила конечно это но еще раз повторюсь просто классно что бесплатно и вообще прикольно для физического состояния для формы как сказать вот так вот еще звоню сейчас маме не могу дозвониться на дита либо ходит либо не слышит не знаю вот так все на этом пока все короче 6 числа откроется бассейн и я понедельник может или во вторник пойду не знаю будет ли мне кто-то подруга будет ли свободно и не будет так пойду сама просто хочу людей будет мало мне кажется и поэтому будет классно просто хочу в джакузи полежать короче вот поплавать ну я так спокойно отдыха люблю сауне походить посидеть короче вот так вот на этом все